Денег на капитальный ремонт, расселение аварийных домов не хватает, а коммунальную инфраструктуру необходимо модернизировать. Эти вопросы обсудили сегодня на совещании президент Республики Татарстан Рустам Мениханов и директор фонда реформирования ЖКХ Константин Цицын. Какие еще аспекты затронули в репортаже Инны Даниловой. От домофонов, предупреждающих о пожарах и отсутствии в доме воды, до современных изоляционных материалов и приборов учета. Все, что призвано улучшить сферу ЖКХ, было представлено на выставке, предваряющей совещание. В работе форума приняли участие представители 74 регионов России. Президент Татарстана отметил, что работа фонда содействия реформирования ЖКХ позволила финансово стабилизировать отрасль, начать ее модернизацию. В республике капитально отремонтировали более 10 тысяч домов. Обошлось это в 29 миллиардов рублей. В очереди на обновление более 6 тысяч. Проблема в том, сколько на эти цели выделяется средств. У меня много недостаточно явно. Мы должны донести до руководства страны, что это задача номер один. Мы просим поддержку по аварийному жилью и по жилью по недоромену. Федеральный фонд эту задачу должен нам помочь решить. А дальше мы должны сами уже приучиться жить и сохранить тот жилищный фонд, который есть у нас. Задача, которую предстоит решать в ближайшие три года, еще более сложная, отметил Константин Цицын. Не должны наши люди в 21 веке жить в плохом жилье, не говоря уже об аварийном. Поэтому за три года мы должны решить задачу переселить граждан из 11 миллионов квадратных метров жилья, которые уже аварийны на сегодня. Это очень сложно. Но я уверен, что все вместе с такой поддержкой, которую нам оказывают регионы, в первую очередь своим жителям, которые проживают, мы эту задачу за три года решим. Если будут возможности, то и продолжим ее дальше. Со следующего года, кроме капремонта и расселения аварийного жилья, фонд будет заниматься еще и модернизацией коммунальной инфраструктуры. На все эти цели планируется выделить 159 миллиардов рублей. Вот только получить эти деньги регионам теперь будет сложнее, чем раньше. Именно приборы учета могут стать камнем преткновения для многих регионов на пути получения средств из федерального фонда. Ведь по новым правилам счетчиками должны быть оснащены не менее 75% многоквартирных домов. Столь высокими показателями пока могут попасться лишь несколько регионов, и лидер среди них Татарстан. Инна Данилова, Адельмин Дубаев, Вести, Татарстан.